Продолжаем движение. Седьмой день маршрута. Участок Мурманск, Магадан, 68 серия. В начале видео трек этого дня, седьмого дня, ускоренный во много раз. Ну, чтобы могли иметь представление, сориентироваться на местности, привязаться, как-то позиционировать себя. В этот день будет пройдено 732 километра. На привал, на ночевку остановлюсь под Екатеринбургом. Старт, повторю, в городе Кирове. Сразу хочу ответить на комментарии, поблагодарить Мультималкова, Мультималков, за любезность. Ответил мне на мой вопрос, который я написал в порядке ликбеза. Что означает буква МАР перед цифрами? Он дал развернутый ответ. Ну, к этой теме я, наверное, буду еще возвращаться не раз. К маркировке автомобильных дорог в России. Все очень сложно, все запутано. Почему такая разница в качестве дорожного полотна у дорог с одной и той же маркировкой? Например, R. Но сравнить R504 и R243, ну, это земля и небо. Я думаю, Автодор, если будет смотреть эти видео, я думаю, будет очень полезно посмотреть, ознакомиться и, может быть, принять к сведению. Ну, а сейчас видео. Начинается движение, старт в городе Киров и на восток. Задавайте вопросы, спрашивайте. Если буду знать ответ, отвечу. Это я, собственно, персоной. Всем удачи! Шопение хорошо, но по меру. Так, потянули, сделаем. Это не надо. Город Киров. Стартуем. Если что, забыл, вспомню. Остановлюсь и сделаю. Вот, уже вспомнил. Занавески. Забыл снять. Занавески. 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 туда положил провод от внешнего жесткого диска вчера все машины обыскал как не нашел тут я вижу церковь приехал маршрут перестроен что не так еду верните налево а затем круговое движение второй съезд пока дождешься его так киров через 600 метров верните налево и вверху вверху на чем налево на чем налево АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поверните налево. Прямо 5 километров. Так, вот первая остановочка. Почему перестала писать задняя камера? Так, вот он кабель пошел. Сюда. Этот кабель. Еще раз сюда. Кабель господил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так. О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запишет движение по городу Кирову. Так, ну а мы... Самочувствие нормальное. Ночь прошла. Заметная игра. Спина немножко поваливает. Позвоночник. Жёстко спать. Так, сегодня какой? Шестое или седьмое? Шестое или седьмое? Шестое. По-моему седьмой день. Неделя. Неделя. Неделя в пути. Задняя камера. Маленький видеорегистратор. Интересно, как он оказался у нас. Валентин заехал в компанию Яндекс. Что-то насчет такси договариваться. А на входе акция предъявляете водительское удостоверение. Вам выдается какой-то номер. Он выбрал водительское удостоверение. Он показал водительское удостоверение. Ему показали, ему дали номер. По этому номеру значился видеорегистратор. Но это один из самых таких лучших призов. необычных инструментов. Потом подушка для автомобилиста под голову надувная надувная. Какая-то еще бурда. А его достался он выиграл видеорегистратор. Кстати, неплохой видеорегистратор. просто управление. Что тут такое, блин? Так... ... 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 Надо полагать, прокидаем горы в пиро. До предполагаемого привала 601 километр, по-моему. Посмотрим, не знаю. По собачинстве. По собачинстве. До Екатеринбурга далековато, по-моему. 900 километров. Это много. Ну как много? Да. По самочувствию, по ощущению буду принимать решение. Если бы знать, четкое место и парковка. Никак. В Кирово. Приехал, не знал где встать. Убирал, убирал по Яндекс.Авигатору. Магниты, Эльдорадо. Смотришь. У них рабочий день, трон 23. А тот ехал по охватной дороге и увидел вот этот. Через 600 метров на светофоре. Верните налево. Скопление. Скопление этих гипермаркетов. Площадка огромная. Машин было очень много. Ночью все разъехались. Меньше десятка машин осталось. Поверните налево. Ё-моё. Ну, конечно, светофор тут нам и не горюй. Прямо 4 километра. toget Орегатора. Город Киров. Прямо и налево, куда поедешь вдруг. Посмотрим данные, проехал 6 километров, расход бензина 14,7 в связи с тем, что ночью перемещал видео на внешний диск, расход спины не двух литров, вырос до 14. Ну, дороги в Кирове, в самом городе, так себе. Особо ничем не отличается. Так, значит расход уже упал до 13,2. Пройдено 7 километров, пути 42 минуты до 30 минут выгоняем. Прогрев двигателя, подготовка. Средняя скорость 12 километров в час показывает. Радар спиху, ограничение 60. Здесь уже чувствуется в городе осень немножко. В том плане, что листья на дороге. Ну, красивая улица. Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Е-мое шапота. Через полтора километра круговое движение. Какой съезд, не знаю. Пока. Тут уже чувствуется осень. И пора листьям, таким уже потерявшим яркость зеленую. И то, что уже падает на дорогу. Температура запорта. Через часы метров круговое движение. Первый взъезд. Где-то 10 с половиной градусов. Где-то 10 с половиной градусов. Ну, разметки нету, поэтому немножко некомфортно как-то. Рюковое движение. Первый взъезд. Ямочный ремонт. Ну, ладно. Да, тут заплата на заплату. На заплатке ямочный ремонт. Ну, куда ты бежишь? Так, пишу. Ох, какая церковка красочная. Красочная. Под carbономистая. Б﹑ молодцу берем. В середине. В frу. На Climous массовой. Карador Режесительнее. Может нажмёшь вправо? Если он там говорил по радио, только одно услышал, без наличного расчёта. Так, здесь 92-й и 95-й, 50 рублей, 50 копеек. Я вчера заправился, по-моему, по 47 рублей. Сам того не ожидал, такая цена будет. Но заправочная станция довольно-таки популярная. Там заправляются те, кто живёт. А это один из показателей, один из надёжных показателей, что топливо не водяжное. Потому что заправляются одни и те же. И если вот какие проблемы, то хозяину мало не покажется. Закладывающие. Мерло шумов плохого. Заправляться на лукойле я вот просто на самом деле, наверное, уже внутренне настроен не заправляться. Потому что постоянно слышишь по радио. Куплю топливо на лукойле. Куплю топливо на лукойле. Ну ё-моё. Какое топливо он купит, а потом... Я не говорю, что он покупает и сливает общую ёмкость. Там, видать, под пунктами всё. Но... Доверия нету. Утром, восстановшись, я увидел, что яркое солнце светило. И был расстроен тем, что, возможно, будет вслепить. А нет, ну смотри. Небо. Тут облака закрыли. И вполне-таки экспозиция, я думаю, будет нормальная. Не будет засветки. Не будет засветки. Не будет засветки. Передвыборная компания идёт вчера, Включил радио о ночевке, только о политике. Было бы неплохо, дядя, если бы ты уступил дорогу. Не хочешь, не надо. Адар спину, ограничение 60. Так, температура за бортом упала до 9,5. Чуть прохладнее. Ну, вечером вчера было очень комфортно. Температура была вполне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Поздно увидел тетя. Блин, не светофором, а и в такой одежде еще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Продолжение следует... 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 А вот... Продолжение следует... 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 Так, интересно, сколько стоит 95-й на лукоиле? 55-66 50-66 50-66 Even wenn man hat, will man stop dancing. 50-45 50-35 50-35 60-uba Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok читать название магазин спартак роман китов за справедливость дома раз-два-три-четыре-пятиэтажки что такое раз-два-три-пятиэтажки время 7.29 люди собираются идут на работу вот уже обратите внимание сколько листьев на земле деревья сбрасывают листву значит что до 8 еще неделька до сентября скоро в школу пойдут ребятишки горкойл 95-й 50 рублей 66 копеек так впереди мост недалеко тут показано на навигаторе на яндексе желтые участки ну это наверное светофоры супермаркет супермаркет система глобус чтобы обыкнуть как вы у нас как вы что это как вы как вы понимаете Продолжение следует...